Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Это программа «Добрый вечер, Гомель». В студии Александр Гамоле. Светлана Князева. И мы приветствуем всех, кто сейчас смотрит телеканал «Беларусь-4». С 1 июля 2016 года в Республике Беларусь будет проведена динаминация официальной денежной единицы белорусского рубля. Соответствующее решение было принято указом президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 года номер 450. Динаминация будет проведена путем замены находящихся в обращении банкнот образца 2000 года на банкноты и монеты образца 2009 года в соотношении 10 тысяч к 1. То есть самая мелкая на сегодня купюра 100 рублей будет заменена на самый низкий номинал нового денежного ряда – 1 копейку. О том, как будет проходить процесс обмена старых денег на новое, зачем нужна была динаминация и какие риски с этим связаны, поговорим сегодня с нашими гостями. Это начальник отдела кассовых операций Главного управления Национального банка Республики Беларусь по Гомельской области Сергей Зайцев. И старший оперуполномоченный управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гомельского облсполкома Алексей Кадаков. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер. Сергей Николаевич, пожалуйста, расскажите, зачем нужна была динаминация и каковы ее основные отличия от девальвации? Потому что некоторые люди путают эти понятия, хотя они принципиально разные. Конечно, разные. И еще раз повторюсь, что действительно в нашей стране с 1 июля пройдет динаминация в соответствии с указом президента номер 450 путем замены банкнот 2000 года, образца 2000 года на денежные знаки образца 2009 года. Действительно, многие путают динаминация и девальвация. Давайте разберемся. Девальвация – это снижение официального курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Динаминация – это изменение нарицательной стоимости. Вот и все. То есть все, что меняется, это количество нулей? Количество нулей, да. Сколько нулей уберется с 1 июля? С 1 июля у нас уберутся 4 нуля. То есть соотношение старых денежных знаков к новым – это 10 тысяч к одному. Сергей Николаевич, как будут выглядеть новые деньги? Всем интересно. Вы знаете… Но говорят, что они похожи чем-то на евро. Почему? Можно ли? Я не знаю, кто так говорит. А кого такая ассоциация? Ну, так пишут на форумах, в интернете. Могу сказать… Может, действительно похожи, но концепция та, которая в дизайне в наших денежных знаках новых, она соответствует девизу «Моя крайная Беларусь». И действительно там памятники архитектуры, памятники градостроительства, которые также на евро изображены. Но могу сказать, что еще в 1992 году на наших старых деньгах тоже были памятники архитектуры, градостроительства. Это в 1992 году. А евро, если не ошибаюсь, вышло только в 2000-м. Поэтому… Так что не мы у них скопировали, а они у нас, скорее всего. Где деньги печатались и кем разрабатывались? Можете на этот вопрос ответить? Денежные знаки, именно банкноты, печатались в Англии, компании «Деля Рю». А монеты были «Монетный двор Литва» и «Монетный двор Словакии». Ну вот у многих сейчас жителей нашей страны возникает вопрос. Ведь от монет уже отвыкли, нужно менять кошельки, пользоваться банкоматами, кофемашинами и так далее. Все это усложнит на первом этапе процесс обращения денег, либо проблем не должно возникнуть? Ну, конечно, для населения это будет непривычно, потому что в суверенном государстве это в деноминации первый раз, когда будет в обращении выпущены монеты. Но хочу сказать, что мы привыкнем. Конечно. Но вообще монеты это признак стабильности экономики государства, потому что считается, что если есть монеты, значит темпы инфляции не завышены. Совершенно верно. То есть мы должны будем выйти на нужный уровень. Мы надеемся. А можно будет в банкоматах наличные деньги получить? Как будут зарплатные счета? Что касается банкоматов, я вам могу сказать, монеты там не планируется вытащить банкомата. По поводу того, какие будут банкноты, нового образца или старого образца, то могу сказать, что с 1 октября 2016 года банки обязаны выдавать клиентам новые денежные знаки. С 1 октября. В том числе и в банкоматах. Но национальный банк, мы в общем надеемся, что 100% загрузка банкоматов новыми денежными знаками будет намного раньше. И новые купюры мы увидим, может быть, даже 1 сентября или 1 августа во всех банкоматах, повторюсь. Но не 1 июля. 1 июля будут загружены банкоматы, но, конечно, не все. Может быть, не на 100%. Но мы уже потихоньку стараемся привыкать, уже в магазине двойная цена, мы уже так глаз привыкаем. Да, министерство торговли, конечно, следит за этим и обязало организации торговли и сервиса указывать цены на свои товары в двух ценах. То есть поставить банк. Но это правильно. Алексей Владимирович, расскажите нам, пожалуйста, о степени защиты новых банкнот. Наверняка она улучшенная и труднее будет подделать. Скажем так, сами по себе белорусские денежные средства подделывают крайне редко. Допустим, в прошлом году из зафиксированных 117 случаев фальшивомонетничества всего 5 имели место с белорусскими денежными средствами. И в большей степени это денежные средства произведены так называемым кустарным методом. То есть с использованием обычного ПВМ и принтера. Отличить их было самих по себе весьма просто. Отсутствие водяных знаков, отсутствие металлографической защиты. Тем не менее, случались такие факты, когда даже продавцы в магазинах принимали к расчету данные денежные средства, не обращая внимания, на крупную печать. То есть ощущалась купюра на ощупь на отсутствие водяного знака, на отсутствие полосы металлографической. Но это в основном на рынках, наверное, вот таких торговых точках. Не всегда. И в, скажем так, крупных магазинах при наличии достаточно больших очередей, кассиры, само собой, пытаются рассчитать людей быстрее. Не всегда просто в темпе, скажем так, большом работы обращают внимание. Появление новых денег. Не будут ли этим пользоваться мошенники, чтобы пока люди еще не привыкли к кассирам, на ощупь не почувствовали? Скажем так, новые денежные средства, они по своей защите, для обычного потребителя, немногим будут отличаться от старых. Скажем, сама по себе уровень защиты, он выше. Но для обычного потребителя, то есть на ощупь купюра имеет углубленную печать, наличие водяного знака, наличие металлографической полосы. Эти все признаки, они, скажем так, как были раньше на старых денежных средствах, так и на новых, они остаются. И, как показывает у нас практика, последние годы подделывать денежные знаки Республики Беларусь на, скажем, высоком уровне, таком как доллары США, либо евро, либо российские рубли, ну, невыгодно. Поэтому людям, которые привыкли смотреть деньги, и желательно тем, кто не привык этого делать, обращать внимание на все те же самые признаки. Это наличие водяного знака, наличие магнитной полосы и крупная печать. То есть не крупная, а глубокая печать для людей с ослабленным зрением. Я знаю, что в основном у нас подделывают рубли Российской Федерации, доллары, то, что привозят из-за границы. У нас, скажем так, они не то, чтобы подделывают. У нас на территории Республики Беларусь, как такого производства, нет. Все поддельные денежные знаки Российской Федерации, казначейства США, евразийского, они приходят к нам с территории смежных государств СНГ. В основном это российские рубли, которыми рассчитывают наших граждан за выполненные работы, в большей степени за приобретенные товары в виде сдачи. Также происходит, в принципе, и с долларами США. В основном они приезжают из стран СНГ. Введение в оборот новых денег, такая, наверное, самая уязвимая часть населения, как пенсионеры, будут подвержены, наверное, увеличится рост преступлений против этой категории. Как предупредить, чтобы не происходили? В принципе, это ожидается, но самое главное в данном случае избежать таких случаев мошенничества со стороны отдельного слоя населения. Это просто-напросто запомнить тот момент, что рубли будут меняться старые на новые исключительно в банковских учреждениях Республики Беларусь. То есть никаких соцработников на домы, никаких, скажем так, отдельных служб... Никакой переписи. Абсолютно верно. Как это... Валютчиков на дому. Возможно, может выглядеть для пенсионеров это приходят с миловидным лицом, представляются социальными работниками, предлагают, чтобы не ходить никуда, освободить время, скажем так, и не нагружать людей, поменять старые на новые. При этом будут, естественно, в большей степени это как таковые фантики. То есть обычные денежные средства, напечатанные на принтере. Соответственно, чтобы этого избежать, как я уже сказал, проще всего. Единственный вариант обмена новых денег, точнее старых на новые, это через учреждения банковские. Сергей Николаевич, вот мы затронули тему обмена денежных средств, да? Что делать? Сразу бежать в банк, не бежать? Либо все это в процессе потихоньку и обединить? Как-то не опоздать поменять, сдать старые... Опять же повторюсь, что динаминация у нас будет проходить с 1 июля по 31 декабря. И по 31 декабря у нас будет в параллельном обращении как старые деньги, так и новые. Это не значит, что 1 июля мы проснулись и сразу побежали в банк. Не надо. Если вдруг человек за это время не успел избавиться от старых денежных знаков, еще будет период, который позволяет обменять старые банкноты на новые. Это с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года. Это в банках Республики Беларусь и в Национальном банке. А с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года включительно только в Национальном банке. То есть, я думаю, время предостаточно. Конечно. После начала динаминации есть у населения, чтобы все-таки старую наличность обменять. Мы надеемся, что этот период, и мы от старых денег избавимся намного раньше. Зачем нужна была динаминация вот именно сегодня, в этом году? Не случайно ведь выбрана их дата. Ну, я вам хочу сказать, что многие очень волнуются, переживают за динаминацию. Но динаминация носит чисто технический характер и не повлияет на уровень потребительских цен. Не повлияет на курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Действительно, это просто технический характер. Мы отбрасываем 4,0. Вот и все. А в связи с чем было принято решение по динаминации? Ну, это прежде всего для упрощения учета и расчетов, для оптимального купюрного строения денежной массы. Ну и, конечно же, для сокращения государственных расходов на наличное денежное обращение. С 1 июля в обращение у нас вводятся банкноты и монеты. Банкнот у нас будет 7 номиналов и копеек у нас 9 номиналов. Самая маленькая купюра – это 5 рублей, самая большая – 500 рублей. Что касается монет, самая маленькая – 1 копейка и самая большая – 2. 1 копейка – это 10? Это в настоящее время 100 рублей. Какие рисунки в основу вошли? Какие достопримечательности нашей страны? Ну, скажем, на новых денежных знаках, как я уже говорил, памятники архитектуры и городостроительства. И мы взяли преемственность от старых денежных знаков. То есть каждая банкнота, она посвящена той или иной области. Например, Гомельская область, как на старых денежных знаках 20 тысяч – это дворец Румянцева-Паскевича, так и на новых денежных знаках, вот видите, 20 рублей – дворец Румянцева-Паскевича. Тоже запрошу. Как вы считаете, не возникнет у населения, ну, на первом этапе путаниц, особенно в магазинах, да, где, вот, допустим, человек приносит денежные купюры старого образца и получает нового. И вот и старыми, и новыми одновременно можно ли будет рассчитываться? Вот в этом плане не возникнет вопросов, каких-то неприятных историй? Мы, в общем, советуем населению, так и организациям торговли и сервиса, вводить на видном месте, вот, например, такие таблицы соотношения денежных знаков старого образца к новому. Они сейчас появляются, мы их видим в магазинах. Да, это очень хорошо. На всех заведениях. На сайте Национального банка, да и, в общем, скажем, в интернете такой информации очень много. Это будет людям действительно проще адаптироваться к новым денежным знакам. Поэтому советуем действительно распечатать, просмотреть, да, вот такие есть. Ну, опять же, параллельное хождение. То есть привыкнем мы, ну, не через неделю, не через две, но время, наверное, покажет. И, да, думаю, очень быстро мы будем в кармане носить в кошельке новые денежные знаки. На банкнутах мы видим подпись Петра Петровича Прокоповича, хотя деньги вводятся в этом году. Почему так получилось? Ну, скажу так, что решение о деноминации было еще принято давно и печаталось в 2008 году, когда председателем правления был Петр Петрович Прокопович. Алексей Владимирович, какие преступления чаще всего начинают фигурировать в криминальных сводках в связи с деноминацией? Ну, скажем так, опять же, деноминация, она предшествует в большей степени. Вот когда мы начинаем наблюдать это до деноминации, либо уже во время начала этого процесса? Оно будет выглядеть, скажем, как в мошеннических действиях некоторых граждан, которые пытаются из вида новых денежных средств напечатать какую-либо денежную единицу и представлять ее в виде нового платежного средства гражданам. Причем гражданам в большей степени можно сделать вывод пенсионного возраста. Это категория риска. Абсолютно верно. Также стоит почему отметить, самая крупная у нас, наверное, деноминация, которая проводилась в этом тысячелетии, это введение евро. Когда вводили сам по себе денежный знак евро, он был на тот момент достаточно защищенным. Даже более чем по сравнению с остальными денежными знаками. Все, в принципе, понимали, что будет иметь место подделка этих денежных знаков, но не думали, что в таком количестве. В первый год введения евро, как такового, как денежного знака населению, имело место около 800 возбужденных уголовных дел по поводу подделки денежного знака евро. Это, скажем так, только на территории Евросоюза, не беря в расчет другие государства. Соответственно, у нас будет происходить, возможно, будет происходить та же ситуация. Поэтому гражданам лучше всего и в обязательном порядке обращать внимание на плакаты новые с денежными знаками, которые, в принципе, размещены в торговых объектах. На сегодняшний день более 9 тысяч таких плакатов выдано для размещения в объекты, осуществляющие расчет с наличными денежными средствами. Данные плакаты содержат более чем весомую информацию для того, чтобы не оказаться обманутым, не получить поддельный денежный знак. Итак, отдельно к этому хочу добавить, что с прошлого года банковские учреждения предлагают новую услугу по проверке денежных знаков, предоставляемых для обмена. Соответственно, если у граждан возникают сомнения в подлинности этой купюры, либо она была где-то найдена, либо пришла по наследству, скажем так, от родственников с другой стороны, лучше перестраховать себя, воспользоваться этой функцией, проверить денежные средства. Потому что в ином случае, ежели гражданин знает о том, что купюра является поддельной, это уже относится к квалификации уголовного законодательства, наказание за которое предусматривается до 15 лет лишения свободы. Еще один такой немаловажный момент – это сделки между гражданами. Если граждане приобретают автомобили, как это в простонародье принято за иностранную валюту, получают ее в качестве оплаты за границей, ее необходимо в любом случае проверять, потому что риск быть обманутым в данном случае вырастает в два раза, как минимум. Соответственно, если вы производите незаконные валютообменные операции на рынках, то, опять же, помимо быть привлеченным к административной ответственности, у вас еще возникает такая угроза, как просто-напросто потерять свои деньги, ввиду того, что вы можете получить на них обычные фальшивые денежные средства. В принципе, опять же, в данном случае это длительность сохранения закона и обращать внимание на информацию, доводимую как торговыми объектами, так и национальным банком. А если рассматривать взаиморасчеты между, к примеру, немножко мы спустимся уровнем ниже, не сделки между частным лицом и частным, либо юридическим лицом, а вот торговля, где вот эти места, где человек может получить, какие они эти места, где человек может получить фальшивые деньги, новые фальшивые деньги. Это может быть где-нибудь по ходу идешь, купишь что-нибудь и сдачу тебе дадут фальшивные. В этой категории, наверное, самое большее относится торговля на улице вдоль рынков, вдоль каких-либо магазинов. То есть, опять же, приобретая у граждан, которые не являются специально зарегистрированным отдельным субъектом хозяйственного, либо индивидуальным предпринимателем, когда обычное физлицо осуществляет реализацию, соответственно, оно не, скажем так, не несет ответственности. Найти такое лицо, которое вам выдаст в качестве сдачи, возможно, выдаст поддельный денежный знак, найти его гораздо тяжелее, соответственно, это увеличивает риск быть обманутым. Хочу дополнить Алексея Владимировича по поводу определения подлинности банкнот и монет. Как Алексей Владимирович говорил, это наличие водяного знака обязательно, увеличенный рельеф основного изображения, так и номинала, надписи «Национальный банк Республики Беларусь», элементов для людей с ослабленным зрением. Также на просвет производитель предложил Национальному банку такой новый элемент «Конверстоун» называется. То есть в четыре угла мы на просвет увидим плотные полоски, небольшие квадратики. По заявлению производителя это увеличивает период нахождения в обращении банкнот порядка 50 на 50-60%. Также скрытые изображения на банкнотах присутствуют. Скрытые изображения на уровне глаз, если мы поднимем банкноту, немного ее повернем, то мы увидим надпись «РБ». Опять же, если сказать про монеты, то монеты определить подлинность можно на изгиб. То есть мы берем монету, пробуем ее согнуть. Фальшивые монеты можно согнуть. Я вас заверяю, что наши монеты вы руками не согнете. И, конечно же, один из таких элементов определения подлинности – это наши монеты от одной копейки до двух рублей обладают определенным, очень сильным магнетизмом. Поэтому все монеты… С магнитом в кармане надо ходить. Как кому удобно. Скажите, что будет с деньгами, которые хранятся на счетах, на депозитах? Они также будут пересчитаны, или есть какие-то тут подводные течения? Тоже можно успокоить население. Опять же, ничего здесь страшного не произойдет. Все автоматически будет пересчитано. И суммы, которые лежат на депозитах, просто они будут динаминированы. За минусом берутся 4-0. Это тоже закасается как кредитов, так и сумм на платежных карточках. И если брать баланс мобильных телефонов, 1 июля автоматически все суммы будут пересчитаны. Сергей Николаевич, а где еще можно знакомиться с информацией сейчас в тему, которая актуальна по динаминации, кроме, может быть, тех плакатов, которые размещены в торговых объектах? Я могу сказать, что Национальный банк проводит очень, скажу так, сильную информационную кампанию. Кроме плакатов и буклетов, которые были выпущены, скоро мы на телевидении увидим несколько социальных роликов по динаминации, а также очень много информации на сайте Национального банка в разделе «Динаминация». Можете обратиться туда. И презентации по новым денежным знакам, там же есть определение подлинности банкнот, монет. Очень много. Пожалуйста, обращайтесь. Раньше в советское время существовали такие вот монетники, знаете, в которых копилочки. Я думаю, что скоро все это вернется. Ну, если говорить о том, люди переживают о том, какими банкнотами выдадут в магазине, они сами запутаются, кассиры запутаются. Поэтому я бы просто советовался рассчитываться платежной банковской карточкой. Это будет намного спокойнее. Конечно, пластиковые карточки сейчас используются повсеместно, а многие не только рассчитываются ими в торговых центрах, магазинах, но еще и перечисляют за коммунальные платежи средства. И, собственно говоря, даже покупают в магазинах по пластиковым карточкам, не уходя из дома. Для этого все есть интернет. Так что поначалу, да, можно ограничиться таким расчетом, пока привыкнет. Пока вы платите карточки, просто используйте их чаще. Ну, мы, конечно, цель ставим увеличить безналичные расчеты. Поэтому, может, даже и благодаря динаминации, если люди будут бояться, да, рассчитываться на наличные деньги. Но мне лично кажется, что очень даже хорошо монетки вас примут, потому что это что-то новенькое. Особенно дети. Особенно дети. Но здесь есть риск, да? Вот мы в одной из прошлой передач разговаривали о том, что монетки интересны детям, и дети будут их пробовать, трогать и, не дай бог, еще в рот потянут. Поэтому тоже родителям особое внимание уделяйте детям. И не давайте поначалу, не приучайте к новым деньгам. Спасибо, что пришли. Будем надеяться, что динаминация пройдет легко, а новые деньги упростят взаиморасчеты. Всего хорошего вам. До свидания. В гостях у программы «Добрый вечер, Гомель». Были старшего пилару полномочия и Управление по борьбе с экономическими преступлениями Управления внутренних дел Гомельского облсполкома Алексей Кадаков. И начальник отдела кассовых операций Главного управления Национального банка Республики Беларусь по Гомельской области Сергей Зайцев. Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Это программа «Добрый вечер, Гомель» и мы продолжаем. Белорусские рубли, которые совсем скоро выйдут из оборота, со временем станут частью коллекции по всему миру. Наш следующий гость – коллекционер. Правда, собирает он не банковские документы и денежные знаки, а часы. Он занимается этим уже более 50 лет и хорошо известен в Гомеле как часовщик, коллекционер, образованный и очень интересный собеседник. Николай Лобанов в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель». Николай Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие телезрители. Я коренной гомельчанин. Последние 25 лет, в августе это исполнится, я работаю реставратором Гомельского дворцового парка в ансамбле. Тяга к часам у меня появилась совершенно случайно, ну, как бы повлиял его величество случай. В 1964 году, закончив 8 класс, нам на лето давали задание обязательно заниматься каким-то техническим творчеством. В моде тогда были транзисторные приемники. Но особым шиком считалось делать передатчик. Мой брат занимался этим. Библиотека находилась на Карла Маркса, напротив 10-й школы. Я пошел туда. Но оказалось, все книги разобрали, мне не досталось, и мне предложили одну из книг по ремонту часов. Тем более, у отца были трофейные часы. В 1955 году они сломались, запчастей не было, мастерские отказались. Видите, часы у меня сейчас в руках. Вот они. Часы были не на ходу, гомельские мастера отказались. Это Швейцария, нужны были запчасти, у них таких не было. Нужно было тем более вытачивать. Я их отложил. Но в 1964 году, когда я впервые взял эту книгу, автора, как сейчас помню, Чистяков, «Чистка и ремонт часов». Прочитав эту книгу, я тут же достал эти часы, коробочку от Леденцов от Монпатье, отвертки я быстро сделал, пинцеты, все разобрал, но оказалось, что я их вначале сломал. Настало время отдавать книгу в библиотеку. Я еще раз проштудировал ее, все картинки, все, и понял, что так, насколько не осилить. Прошли годы. Даже год или два, тем не менее, желание их восстановить было большое. Через год, может быть, даже в 1966 году, я их восстановил. То, что эти часы на ходу, я вам сейчас покажу, чтобы вы могли убедиться, что эти часы по сей день идут, и они показывают точное время. Все крутится и вертится, увидим. Часы уникальны тем, что этой фирмы уже Эликс на свете нет. Она разорилась после войны, память осталась. Интересно, какое ощущение возникает у человека, который прикасается к таким редким вещам. Наверное, сразу же представляется та эпоха, то время, а если еще что-нибудь знаешь про часы, то более явно себе это представляешь в то время. Конечно. Приходилось доставать всевозможные книги. Самой лучшей являлась книга 1965 года, издание, английская книга Дональда Докарлия. Я вам сейчас ее покажу. Книга интересна тем, что было всего лишь одно издание. Больше она в Советском Союзе не переиздавалась. Перевод с английского сделан был настолько легким и доступным, что каждый человек, берущий эту книгу в руки, мог легко теорию освоить. Практика приходит немножко позже. Книга хороша собой. Я ее изучил, достал более другие совершенно инструменты, стал общаться с дедами-часовщиками. Тяга изучить это искусство, часовое искусство. Было все сильнее. После школы я учился и работал, занимался стрельбой, меня одним словом времени не было. Более серьезно, я занялся ими в 78-м году, когда родилась первая дочка. Я работал уже на железной дороге, у меня было свободное время, относительно свободное, я просто находил свободные минуты, чтобы все-таки те часы, которые ко мне попадали в предыдущие годы в разобранном виде, привести их в порядок, и чтобы часы все ходили. Это непередаваемое ощущение, когда вот эти все часы приводишь на лежащий вид, и они идут. Чувствуешь себя тем, что, наконец-то, вот оно получилось, что я поднялся еще на ступеньку выше, часы были не готовы, ну, поломаны, запчастей нет. Я вытачивал недостающие детали, ставил стекла, запас стрелок, валов, два станка маленьких токарных пришлось мне достать, ну, во всяком случае, это повезло. Большое везение. И коллекция у меня стала систематизироваться по темам. Советская эпоха ушла, но, тем не менее, не каждая страна может похвастать, что они собрали ту или иную модель в полном объеме. Я тоже не могу похвастать, но в мае, в домике охотника, ну, сейчас называется Музей истории города Гомеля, я выставлял свою тему к 9 мая. Победа. Часы марки Победа. История их интересна тем, что это трофейные французские часы были привезены в 45-м году и показаны Сталину. После войны люди возвращались с трофейными часами. Своих-то не было. Были только кировские часы, которые мы в 30-м году закупили в штате Огайо за 3 миллиона тогдашних американских долларов. Готовили специалистов. В 39-м году появились первые наручные кировские часы. Ту же модель только поставили в наручные корпуса. Я в эту коробочку положил только лишь трофейные часы швейцарского производства, которые везли наши отцы и деды. Они тоже все на ходу. Представляет особую ценность. Многих фирм уже нету. Но память о тех временах вот она, здесь. Вот, например, часы фирмы «Атлантика». Фирма возродилась в 56-м году. Она начала выпускать сейчас на уровне всех остальных достойных швейцарских компаний. Ну, конечно, это не Патек Филипп, не Маширона Константин, и даже не Адамар Пеге, но все-таки «Атлантика». Фирма для путешественников. Часы простые, но надежные. Главное качество в часах – точность и надежность. Мы же ведь из себя друзей выбираем по жизни самых надежных. Если друг надежный, на него можно опериться всегда. Часы тоже никогда не подводят. Они надежные. Николай Николаевич, Вы о своем друге, самом главном расскажите. Какие сами часы носите? Я ношу швейцарские часы фирмы «Даймонс». В переводе они означают «алмазные». Где-то в 70-й год выпуск. Летом я ношу, как правило, карманные часы. Тоже швейцарию. Я иногда люблю, как дамы меняют наряды, я люблю иногда менять. Уж кому, как не вам, можно себе это позволить. Я предпочитаю тоже иногда посмотреть, вспомнить, что эти часы я носил в прошлом летом, эти нет. У Вас выбор большой, собственно говоря. Можно каждый месяц менять. Да, но я хочу рассказать о наиболее интересных часах марки «Победа». Конечно. В 1946 году начался выпуск часов, но в моей коллекции с 1946 года нет. Есть самая ранняя модель, 1948 год. Они так и назывались, «Победа», маленькие, вот такого типа они были, малепусенькие, корпуса у них интересные, самые маленькие. И есть «Победы» уже более поздних выпусков. Вот у меня есть «Победа» 2000 года с надписью на обратной стороне от губернатора Курской области Рудского, Александра Рудского, того самого. Вот эти часы «Победа» были выпущены в честь 55-летия окончания войны и подарены ветеранам. Вот надпись на обратной крышке. Часы от Рудского. Есть от командующего Белорусским военным округом. Я вам сейчас покажу майору Савельеву. Вот на этой крышечке. Я вначале покажу ее обратный вид. Майор Савельев. А необычный дизайн, кстати, мне больше подобного дизайна часы не попадались. Вытянутый бочонок. Вот такой. Это от командующего Белорусским военным округом. Это какой год выпуска? Это 88-й год. Уже Горбачевская эпоха. Наверное, это был спецзаказ и небольшой. Скорее может быть спецзаказ. Вот такой интересный вариант. Когда развалился союз, то Россия со своим гербом подчеркнуть достоинство своей державы выпустила вот с таким дизайном часы. Это уже более позднее, но их тоже было выпущено немного. Это часы марки Победа. помимо Победы у нас есть вот на этих витринах полеты в Востоке. Кстати, больше всего усовершенствовали именно Победу. В 61-й год Гагарин в космосе на корабле Восток. И тут же начинается выпуск часов Востока. Обычную Победу доработали тем, что поставили календарь. И часы стали с календарем и называли его Восток. Через два года в 63-м Терешково в космосе первая женщина позывной Чайка сделали часы с названием Чайка. Первый Московский часовой завод выпускал кировские часы. И после этих кировских их также стали называть Салют. Салют в честь космоса. Салют. Были Первый Московский часовой завод также выпускал и еще модели полет. Просто одно слово. Полет в космос. Полет часы. Они выпускались с автоподзаводом, со сложными механизмами, с двойным календарем. Были супертонкие, более массивные, на любой вкус. В золоченых корпусах, в золотых или в хромированных. Все это в конечном итоге представляет особую ценность. Эпоха ушла 30 лет, можно сказать, выпускались часы до развала Союза. Будем считать с конца 40-х, даже 40-х, может 50 лет. А сейчас эти заводы уже, к сожалению, в России не существуют. Наш белорусский вымпел есть, Витебский завод вымпел, есть. Минский луч, пожалуйста, тоже есть. Это наша эпоха. Минский луч, кстати, выпускал часы с 1953-го года. В основном дамские модели шли. Дамские наручные часы. Водаль шла непротив ударная 18-00. Наши все бабушки, матери носили эти часы. И у тебя получилось, что благодаря нашей внутригосударственной политике в основном удалось сохранить эти заводы? Да, да. Часы, надо сказать, это особая тема, ведь во всем мире, даже известные люди, известные люди коллекционируют часы. тот же Андриано Челентано, он известный часовой мастер и страстный коллекционер. К нему обращаются... Вы можете с ним поспорить свои коллекционеры? Нет, я не могу, потому что у итальянца у него и финансовые возможности и все остальное, но по мастерству может быть можно было и сравнить. Кстати, в 2001 году фирма Адамар Пеге предложила конкурс. Кораблики в бутылке собирают многие, а предложили собрать фирмам часы в бутылке. Одному мастеру фирмы Адамар Пеге это удалось. Он делал так вот в студии, собирал часы, чтобы вся страна, Швейцария, видела, что часы собраны мастером на глазах у телезрителей в бутылке. Но до этого уровня не каждый может дотянуться. Тем не менее... Там ширина горлышка все-таки чуточку пошире, чем мы себе это представляем. можно собрать, можно, но это нужно иметь большой опыт. Так что часы, подчеркиваю, особая тема. Выпускаются книги. Россияни недавно издали вот такую книгу. Я получил ее год назад в подарок. Часы для России. Да, Часы для России. Известный мастер Мальцев, он сам коллекционер и автор этой книги. Я покажу на развороте. Всевозможные часы, которые поставлялись в Россию. Ведь в России до начала 20 века часы не делали. Были известные мастера в Москве, например, Федор Толстой, родственник того самого Толстого и Льва Николаевича. Вот они идут по алфавиту. Всевозможные модели. Николай Николаевич, мне кажется, вы столько всего знаете, что вы сами вполне могли бы что-нибудь подобное издать. Дело в том, что я в 95-м году в издательстве «Урожай» вышла книга, но я там был с автором. У меня был маленький раздел по ремонту часов. Как человеку осилить маленькие возможности. Вот это вполне была бы дельная рекомендация. Книга называлась «Мастерим дома и на даче». Там начиналось с того, что зимой, когда человек уже с дачи вернулся, летом то он работает, выращивает овощи, консервирует по осени, а зимой ему нечем заняться. В доме всегда находится то ломанный будильник, то еще что-нибудь, и нужно это делать. Там приведен как раз материал, как человеку, имеющему руки и голову можно, и еще самое главное терпение, можно осилить это дело. Терпение основной, так сказать, стимул, который должен быть, это как стержень у человека. Терпение есть, не получается, подумай, почему не получается. Посоветуйся с друзьями, кто аналогичные вещи делал, и тогда опять берись. не получилось опять, значит, не отступать. Все равно упорство должно победить. Это самое основное. Нет таких вещей, которые бы не поддались вашим рукам? Нет, не все удается, пока не все, подчеркиваю, пока. Так что, я думаю, еще впереди очень многое, опыт есть, багаж большой, так что, можно еще продолжать делать то, что пока не удалось. Николай Николаевич, вам удалось вернуть к жизни 28 каминных часов из коллекции князей Паскевичей. Правда? Да, это 91-92 год, когда я начал работать в основном только с часами. С часами. Я посмотрел, они были в плачевном состоянии, до меня, видимо, с 40-х годов довоенного периода никто их в руки не брал. Часы были не на ходу. Сейчас, если вы будете у нас во дворце Паскевичей, то можете увидеть известные часы, которые на ходу. В 2013 году мы большую коллекцию наших рабочих часов на ходу отвозили в Несвеж. С конца июля и поначалу ноября они были в Несвеже. Туда же привозил свою коллекцию и Клайпетский музей часов. В Прибалтике есть отдельный музей часов. Но помимо музея часов в России есть еще в Ангарске маленький музей, который лет 50 основал один малоизвестный у нас человек. Его же, к сожалению, нет на свете. Учитель по фамилии Кордюков. И вот он благодаря своей коллекции, может быть, как и я, основал этот музей. Вот он делал часы буквально все. Любил больше всего, конечно, 18 век. Самые сложные часы. В 19-м они были попроще. Но вот вам, как мастера, который эти часы восстанавливал, я имею в виду, из коллекции князей-паскевичей, были какие-то трудности? Либо вот, опять же, немножко усердия, знания, навыков и все вам удалось? Нет, были. На некоторых отсутствовали отдельные элементы, украшения. Нужно было их привести в порядок. Я делал слепки гипсовые, бронза у меня не было. Я шел на маленькую хитрость. Отливал их из свинца, тонировал под бронзу и укреплял на корпуса. Поэтому, если я покажу вам, вы присмотритесь, найдете, что это действительно маленький фрагмент восстановлен. А так, если человек просто бегло посмотрит, он не обратит внимания и не заметит, что этот маленький элемент. Были поломки. Приходилось восстанавливать поломки. Обычно ломаются цапфы. Это тоненькие кончики осей. Обычно я их делаю, вывожу через втулочку на излом оси, одеваю втулочку, вытачиваю вставку, во втулочку забиваю, запрессовываю, опаиваю и потом после этого обтачиваю и полирую ее. Специально есть инструменты, я не брал ни один, есть такие полировальники, которые полируют именно цапфы. Это для того, чтобы не было износа, чтобы часы еще служили. Кстати, для старых часов у нас во дворце возраст 200, ну, 150 лет, это не возраст. Они ходили и будут ходить. И хватит еще на многие года. Вот как делали раньше. На века. На века. Отдельные часы делали 3-4 мастера. Братзовщик, корпусник, эмольер и непосредственно механик. Механику доставалась, конечно, самая основная работа. Собрать механизм, в котором четыре, а то и пять механизмов. Механизм боя, хода, музыкальный механизм, репетир. Репетир – это особое устройство, которое позволяло в темноте узнать, который час. Ну, сейчас мы зажгли свет, и никаких проблем нет. А в старину нужно было взять огнево, раздуть труд, огонь, чтобы зажечь свечу, подойти со свечой к часам и посмотреть, который час. Сложно, но часовщики придумали выход. Вы подходите к часам, они или стоят на каменной полке, или висят на стене, или на консоли, такой столик, который у стены стоял, дергаете за шнурочек до отказа, и часы вам отбивают. Часы ударами динь, 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 четверти, динь, 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 и тонкие, если минутный репетир, тонкие пищащие удары, пинь, пинь, вы считаете, ага, два часа, допустим, 35 минут, все понятно, можно еще спать. Это репетир. Музыкальный механизм особенно приятен, когда, допустим, гости собираются, и часы бьют, а после этого в течение двух минут играет музыка, ну, как музыкальный центр. На отдельных часах было 6-7 мелодий, причем с одним барабаном. Он ездил на центральном валу, на своем валу, и колки, выступы такие, цепляли за гребенку и воспроизводили звук. Можно было услышать маленькую ночную серенаду Моцарта, Гайдена, произведение, все что угодно. Даже у нас есть музыкальная шкатулка, она к часам не относится, которая играет 6, по-моему, 6 или 7 мелодий. Всевозможные романсы, российские романсы 19 века. Так что, это тема особая. Часы вообще, это как живые, живые, когда запускаешь их, и они играют, и бьют. Николай Николаевич, вот нескорбный вопрос, вы чувствуете себя хранителем времени? Может быть, что-то вот такое? Ну, в общем, да, хотя, надо сказать, время, оно течет для каждого человека по-своему. Мы даже замечаем, что один человек выглядит моложе, другой старше, по возрасту. Например, я пытаюсь время остановить, вот для себя, мне его постоянно не хватает. Это моя черта. Я постоянно, всегда тороплюсь. Не хватает. Вы пунктуальный человек? В общем, да, я же ведь работал основную жизнь, где-то более 40 лет, на железной дороге. Считайте, с 73-го года, ну, там, армию, там, институт, мы отбросим. Потом, с 78-го года, и до 2010-го, я работал дежурным по станции Гомель, пассажирской, и рядом сортировка. Ну, я приходил на работу, ага, здесь заболели, значит, я сажусь сюда. А часы, это основное, потому что весь график движения поездов был построен именно по часам. Подача дизелей на посадку, отправление поездов, прицепки, оцепки, все нужно было успевать. Поэтому я приходил, ставил себя на пульте, иногда у меня часы были с недельным заводом, другие пользовались им, и я этими часами тоже оставил, по-моему, даже на память эти часы. Замечательно. Николай Николаевич, ну вот, тоже нескромный вопрос, коллекция обширная, интересная, но самое вам, может быть, приглядные часы, самые любимые ваши, какие, можете показать? Ну, во-первых, самое первое, то, что я их осилил, вот эти часы, что отцовские часы у меня в руках на ходу, с фронта достались, они на ходу, это для меня тоже память об отце. Наверное, она бесценна. Это как раритет семьи. Потом есть часы, с которыми я очень долго возился. Вот, например, там есть многие модели. Вот, например, та же самая разновидность, я просто хочу показать, по дизайну, кама, она уже давно не выпускается, хотя победы шли под названием «Маяк», «Кама», спортивная, «Москва». В 57-м году, когда был фестиваль молодежи и студентов, то было выпущено две модели. Интересная модель, штурманские, вы оттягиваете головку, секундная стрелка останавливается, центральная. «Москва» с красной надписью, это память о Москве для студентов, для гостей Москвы. Интересная. Кама в хорошем состоянии, идеальна. На крышке, кстати, у нее, она отличается от победы, то, что у нее всегда была надпись своя, «Кама». И она не байонетная, щелчком закрывалась, а она закрывалась по-особому. Ее вот так вот не зная, не откроешь, она открывается рукой. Она уже зажата. Понятно. Там ведьма. Да, и здесь три захвата, крышку, и крышка легко снимается. Но вот интересно, у коллекционеров, сколько такие часы сегодня стоят? Ой, все зависит от того, если часы принадлежали какому-то известному человеку, гравированы они штихелем, и сохранность идеальная, то цена, соответственно, будет значительно выше, чем рядовая модель, которая досталась... Самые дорогие в вашей коллекции, можете показать? Пятеро часов в военном музее. Одни из них, от командующего белорусским военным округом майору Горинову за первое место в арт-стрелковых состязаниях март 1953-й год. Год смерти Сталина, и тем не менее, эти часы в музее военное. Вторые карманные часы, товарищу с надписью, гравированный, товарищу Готовка, завод, ввод первой очереди, МДКА, 1938-й год. Эти часы, МДКА, это Московский дом, Красная армия, сейчас театр Советской армии, в Москве. Но это имеет значение, надпись это как история. Да, да, как история, это реальный человек. Реальный человек. Могли родственники отдать в музей или еще, но они попали ко мне, и я просто посчитал, что подобные часы должны быть в музее. Ну, а если, например, встретить такие часы, как приз его императорского высочества, и так далее, там более такой текст, то эти будут очень... Миллионы долларов. Ну, нет, не миллионы, не миллионы, но, тем не менее, эти часы представляют особый исторический интерес. Это уже достояние государства, будем считать так. Ну, а в подарок, когда какой-то намечается, кому-то пойти в гости, как часы дарите? Либо такого не случалось? Нет, случалось. И даже не то, что к своим друзьям. Я даже... Были случаи, когда я дарил часы, видя, что ему нужны незнакомым людям. 92-й год. А тёща с тестем жили до 96-го в городе Донков Липецкой области. Мы летом всей семьёй с детьми ездили туда. Поскольку эпоха была трудная, у нас здесь были талоны, купоны всякие в магазинах. Для того, чтобы оправдать дорогу, переезды и вернуться домой хоть с какими-то деньгами, я делал подобные часы, вешал себе на шею ожерелья, одевал тёмные очки, бейсболку такую, чтобы меня даже другие люди. И вот я иду по городу. Городок маленький. На левом, правом берегу Дона. Донков. Кстати, интересный город. Всего 40 километров, и рядом с ним Куликовское поле, где битва с татарами была в 1380 году. Я вижу, идёт маман с сыном, а мальчишка пришёл из армии. Я вижу, что он идёт в солдатском кителе, и такие у него рваные брюки. Солдатские, видимо, или не влезли, но в солдатском кителе погон нет. Но вижу, что он пришёл только что с армии. Плечи такие, что он не может застегнуть этот китель, он нараспашку, ну, крепкий парень. А тогда ведь ни в деревнях, ни в городах, можно сказать, зарплату не давали деньгами, а было вообще непонятно что. И он увидал у меня одни часы. Полёт с будильником. Они интересны тем, что это не наша советская разработка, а именно мы скопировали с американской фирмы Белова. Белова основал чешский мастер. Белова. Здесь две головки. Одна на ход, вторая на завод пружины. Если вы турист, путешественник, то эти часы неоценимые. Ой, слышно. Ну, кстати, да. Кстати, да. Конечно, разбудят. Разбудят. И вот этому парню понравились часы. И я вижу, он держит их, а у меня их было двое. Так как? Он подошёл к вам, говорит, дайте посмотреть? Он подошёл, да, спрашивает, эти часы продаются? Я говорю, да, продаются. И как сейчас, я помню, когда у нас уже эти зайчики появились, а там российские деньги с нулями, большие, 15 тысяч. Ну, на наши нынешние деньги это 150 белорусских тысяч. Ну, приблизительно, 150. Сумма небольшая. А у них, я вижу, что денег нет. Его маман достает деньги, я вижу, там где-то 8-9 тысяч, такое. Я говорю, сын с армии пришёл, она говорит, да, вот пришли, надо же одеть или брюки, или обувь, и всё такое. В сапогах же не будет. А это ещё был 92-й год, тогда ещё кировозавые сапоги были, потом уже всё это отменили. Я вижу, он так загорелся, думаю, пацану же надо. Я говорю, нравится? Какие? Эти или эти? Их двое у меня. Он говорит, вот эти, ну, к примеру. Я говорю, на. Я говорю, а сколько? Я говорю, не сколько, я говорю, это подарок. Ты пришёл, да, день рождения был, был, вот, всё, в подарок. Тебя как зовут? Саша. Я говорю, ну, меня Николай Николаевич, ну, просто Николай. А его мама, она говорит, Николай Николаевич, я буду свечку ставить. Я говорю, ему ещё никто никогда ничего не дарил. Я говорю, ну, так вот, надо начинать. Я не знаю, ну, видимо, эти часы он уже берёг, потому что они достались, как подарок. Он на меня так смотрел тогда. Я дарил, и, кстати, вот, у меня была выставка в прошлом году, в сентябре, в Поколюбичах. Я после выставки всегда этому музею дарю часы. Домики охотника. Я сейчас подбираю модель карманных часов, и ещё хочу подарить, помимо карманных, ещё одни из наручных. Ну, так, посмотреть, чего у них нету, потому что у меня есть аналогичные варианты, много их. Дарил, дарил. Большое вам спасибо. Спасибо, удачи вам, и пусть ваша коллекция в дальнейшем пополняется. Спасибо, спасибо. Я ещё хочу поблагодарить именно вас, что вы пригласили меня, и просто вспомнить бабушку. Она говорила всегда так, внучек, помни, чем больше ты отдаёшь людям, тем больше получаешь. Она была права. Я это по жизни испытал на себе. Поэтому пусть все будут добрыми, помогают друг другу. Это самое основное в наше время. Так что... Спасибо вам большое. В гостях у программы «Добрый вечер». Гомель был коллекционер часов Николай Лобанов. Есть три вещи, которые никогда не возвращаются обратно. Это слово, время и возможность. Уважаемые друзья, подбирайте слова, чтобы не навредить ни себе, ни близким. Экономьте своё время, вам его никто не вернёт ни за какие деньги. И никогда не упускайте хороших возможностей. Этот вечер вы провели в компании Александра Гамули и Светланы Князевой. Мы желаем вам хорошего вечера, настроения и всего самого-самого хорошего. До свидания.